Всем привет, друзья! И в этом видео я вам показываю обзор отеля Hilton Waterfalls 5 звезд, поэтому подписывайтесь на канал для того, чтобы быть в курсе самой важной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Погнали! Так, ребят, вот наш холл отеля. Большой, просторный, работает кондиционер. В принципе, температура комфортная. Значит, прямо у нас сразу находится лобби-бар. Тут у нас алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе, пиво. В общем, все, что вы хотите. В целом, на первый взгляд, вроде бы, все более-менее ничего, как бы выглядит. Видно, что оно все в возрасте, мебель и сам холл, но еще более-менее, как бы сказать, не все тут критически в каком-то запущенном состоянии. Конечно, оно все нуждается в обновлении, но, в принципе, еще раз говорю, это не самое хуже, что я видел. То есть, ресторан. Кстати, вот наш ресторан. Главный ресторан отеля. Смотрите, как он выглядит. Сюда мы попадаем прямо по ступенькам вниз из холла отеля. Не люблю я такие комбинации, потому что потом в холле стоит запах еды. Ну, ладно. О, кстати, ребят, вот приехал наш фуникулерщик. Смотрите, он небольшой, под территорией отеля ходит такой вот фуникулер. Сейчас туристы будут с него выходить. Смотрите, своими глазами. Вот они выходят. Территория очень каскадная, спускается постепенно вниз к морю. Вот вышли люди с фуникулера. Сейчас фуникулер отправится вниз к пляжу. Да, конечно, можно пешком пройтись, но в жару, ребят, комфортнее, конечно, на этом фуникулере. Так, ребят, пойдемте, пройдемся по территории, посмотрим, в каком состоянии территория. И посмотрим, как выглядит номер в этом отеле. Так, вот мы уже на территории отеля. И первое, что мы видим, это бассейн. Какой отдыхающий? 130 сантиметров глубина. Возле каждого бассейна, как нам объяснили, есть бар. Алкогольные и безалкогольные напитки. И, наверное, даже кальян тоже можно взять на баре, чтобы покурить. И полежать на шезлонгах под зонтиками. Шезлонги, ребят, деревянные. В принципе, в возрасте это все заметно. Мягкие матрасы есть на шезлонгах. В принципе, ну, ничего, сойдет. Вот, ребят, кстати, справа у нас колея для фуникулера. А как часто ездят? Или там надо самому нажимать? Да, и как вид, вызывайте. Но обычно они все время есть. Ну и сам фуникулер. Всего их тут два. Один предназначен для левой части отеля, второй для правой части отеля. Но все-таки один переход через колею есть. То есть, если вы все-таки поедете не на том фуникулере, который вам нужен, то вам просто нужно будет вернуться вверх либо вниз на этот переход, чтобы попасть на ту сторону отеля, которая вам нужна. Дальше, по размерам. Сама кабина, она небольшая. И точное количество людей, которые помещаются в этой кабине, я не помню. Но лично я видел, как из кабины выходило 11 человек. И я думаю, что это, наверное, некомфортно ехать с таким количеством людей в этом фуникулере. По времени от верхней точки до нижней точки он едет примерно около трех минут. По пути есть две остановки между конечными пунктами. Кондиционеров в фуникулере нету, но есть вентилятор. Но летом от этого вентилятора толку мало. В фуникулере очень жарко и душно. То есть, комфорт отсутствует полностью. Но все равно, в любом случае, это намного удобнее, чем ходить пешком по этой каскадной территории. Конкретного графика движения этого фуникулера я нигде не увидел. Из того, что видел лично. То есть, фуникулер курсирует по мере наличия туристов. Так, ребят, показываю вам санузел в номере категории для люк. Слева у нас умывальник. Ух ты, смотрите, какой фен. Воу, прикольно. Не знаю, во всех такой фен, в номерах или не во всех, но здесь классный фен. В единственном отеле я вижу вот такой вот мощный фен. Так, дальше. Косметика. Тут у нас шкаф для гардероба вашего. Есть холодильная доска и утюг. И вот наша ванная, ребята. С душем. И с такой вот шторочкой. Туалет. И полотенечко. Так, и сам номер, ребята. Вот наши кроватки. Кроватки, кроватки. Мягенькие кроватки. Зеркало, стол, стул. Чайный набор. Плазма. Ух ты, смотрите, какой у нас будильник. Опять, первый раз вижу такое в Египте. Кушетка. И терраса. Балкон. Вот она. Давайте покажу вам, как выглядит вид. Смотрите, просторная терраса, два стула, столик. И потрясающий вид на Красное море. Ну и территорию отеля. Итак, прокатились мы на фуникулере. И идем дальше по территории отеля. В сторону пляжа, ребят. Тут у нас еще несколько бассейнов. Вот первый, который я вижу. Глубина метр сорок. Здесь играет музыка. Здесь побольше туристов. И что хочу сказать. А рассказать я вам хочу по основным нюансам данного отеля. Потому что более подробную информацию по отелю я постараюсь оставить вам в описании к этому видео. Значит, по расположению отель находится в Хадобе на первой береговой линии. То есть, за территорией отеля относительно недалеко есть инфраструктура. К примеру, торговый комплекс Иль Мерката находится всего в 700 метрах от отеля. Дальше нюансы по номерам. Значит, стандарты. В основном все идут с видом на сад. И в стандартах нет дивана. Делюксы. В основном идут с видом на море. И в делюксах есть еще диван. Во всех номерах пополняется только одна бутылка воды на день. Сейф. Гладильная доска и утюг в номере предоставляют бесплатно. И даже обещают бесплатно халаты и тапочки. Для любителей бассейнов тут их аж 7. Из них один релакс. Два с морской водой. И один бассейн с подогревом в зимний период. По ресторанам. Всего в отеле 3 ресторана. Один из них главный ресторан. Один итальянский а-ля карт. Посетить бесплатно можно при проживании от 7 дней 1 раз. Бары всего 7. В лобби бар работает круглосуточно. Остальные до заката. Для детей есть мини-клуб. Но не стоит ничего ожидать грандиозного. Все-таки это Египет. Не забывайте. Вай-фай бесплатный только в лобби. В номерах интернет только за доплату. Браслеты одевают с 10.30 и срезают ровно с 12.00. Весь all-inclusive работает в рамках чекина и чекаута. Все остальное время будет только за доплату. Это не то, чтобы отель жадный. Просто это стандартные международные правила. И так, ребята, вот он, пляж отеля Hilton Waterfalls. Значит, что меня радует, так это то, что здесь есть небольшая лагуна для того, чтобы можно было зайти с берега. Это очень небольшая лагуна, потому что глубже, чем по колено, вы здесь не зайдете. Но для маленьких деток это уже небольшой. Но плюс, ребята, потому что во многих отелях в Шарм-эль-Шейхе такого просто нет. Значит, по понтонам. Вот один. Он находится в воде. То есть вы идете до края понтона, но он находится прямо в водичке. И дальше плаваем и смотрим коралловый риф. Сейчас я пойду еще схожу к пластиковому понтону. Он находится на водичке. И покажу вам, как выглядит коралловый риф. Погнали! Ну, это вы увидите в другом видео на моем канале. Так, ребят, показал я вам территорию, показал я вам пляж, показал я вам понтон. Давайте теперь посмотрим, как выглядит питание в отеле Hilton Waterforms. И сейчас я вам покажу обед. Поехали! Так, это у нас какой-то бифтекс. Картошечка. Это рыбка. Макароны. Там у нас курочка. Синенькие. И рис. Тут у нас делают пасту с различной приправкой. Вот оно так выглядит. А с этой стороны у нас овощи и салаты. Так, ребят, вот у нас сладкий стол. Скромный, очень скромный. По сравнению с другими отелями, которые я видел. И тут у нас фрукты. Значит, гуава, финики. И похоже на апельсин, либо грейпфрут. Так, ребят, ну, пообедал я здесь. Значит, смотрите, что я вам хочу сказать. В принципе, я вам показал все меню, которое было на обед. Еды достаточно. В принципе, курочка ничего. Помидоры, огурцы тоже ничего. Но в чем суть, ребят? Я общался с туристами здесь, которые проживают. Да, они, конечно, сравнивают, в котором они отдыхали. Отель это Rixos. Тут, конечно, просто как бы этот отель нельзя сравнивать с Rixos. Но в целом, реально, как бы, ну, вот, список тех блюд, которые здесь есть, он небольшой. И я так понимаю, он, скорее всего, еще не обновляется. Поэтому, что могу сказать. Еда неплохая, кушать можно. Но, действительно, ассортимент очень маленький. Давайте подобьем все итоги по отелю. Значит, хорошее расположение, нормальная территория, более-менее номера. Я вам показал не обновленный, а он в достаточно хорошем состоянии. А есть и обновленные. Хотя я от туристов слышал, что есть номера еще, конечно, и в более таком вот высоком возрасте, которые уже давным-давно требуют реновации. В общем, надеюсь, вам было полезно это видео. Значит, если вы здесь отдыхали, то пишите отзывы, комментарии под этим видео. Когда вы здесь отдыхали зимой, летом, осенью, весной? Как здесь вам было с погодой? Как вы здесь плавали? Что вы здесь видели? Все напишите в комментариях. Я обязательно почитаю. Ну и если есть вопросы, задавайте внизу под этим видео. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями. Пока-пока!